Чаще всего жертвами мошенников становятся люди с низким уровнем образования, а также граждане преклонного возраста. Впрочем, простейшие правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения. Ведь преступники делают ставку именно на нашу невнимательность и доверчивость. Вот несколько самых элементарных норм безопасности, которыми всегда надо руководствоваться при пользовании банковской картой. Никогда не сообщайте незнакомцам данные своей карты. Даже если они представляются работниками банка или госструктур. Центральный Банк Российской Федерации не работает с гражданами, то есть не принимает вклады и не вдаёт кредиты, не открывает и не закрывает банковские счета, не блокирует карты, не выплачивает никакие компенсации или выигрыши. Кроме того, Банк России не рассылает СМС-сообщения. Поэтому, если вы получили сообщение якобы от имени Банка России, просто проигнорируйте его и ни в коем случае не перезванивайте по указанному в нём телефонному номеру. Наиболее распространённые виды мошенничества. Кража данных карты при расчёте. Рассылка СМС от имени родственников и друзей. Мошенничество с компенсационными выплатами пенсионера. Что делать людям, столкнувшимся с мошенничеством? В случае, если с банковской карты без согласия её держателя списаны деньги, следует 1. Незамедлительно позвонить в банк, выпустивший карту, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту. Номер телефона указан на обороте карты. На официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты. Обратиться в отделение банка, запросить выписку по счёту и написать заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой банка о приёме оставить у себя. И последнее. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.